Талии, которые, как мы знаем, важны, но которые нередко просто неизвестны или упускаются из виду. И сегодня я постараюсь обратить на них ваше внимание. Ну, опять же, кому-то, может быть, это покажется пошлым, но, с другой стороны, традиция всегда искать истоки какого-либо явления в античности, в древнем мире. И Евгеника в этом случае, естественно, не исключение. И, наверное, первое, что приходит на ум, если люди знакомы хоть как-то с понятием Евгеники, это Спарта. И, в частности, примером евгенических подходов могут служить законы полурегендарного правителя спартанского Ликурга, который, во-первых, по свидетельству Плутарха говорил, что, утверждал, что если честному человеку приходилась по сердцу чужая жена, то, и она плодовитая, целомудренная, то этот честный человек может попросить мужа этой жены, ну, в общем-то, одолжить эту женщину для того, чтобы можно было дать жизнь благородным детям с хорошей наследственностью. Суть этого высказывания здесь, я не буду его полностью зачитывать. И другое высказывание, которое, безусловно, известно всем, оно касается сбрасывания со скалы неполноценных физических детей. Ну, это такая легенда, которая, тем не менее, наверное, известна всем. И, пожалуйста, он говорил, что отец был не вправе сам распоряжаться своим ребенком. Это решал целый совет из старейшин поселения. И если они признавали ребенка физически неполноценным, то сбрасывали его с горы. И, в принципе, кстати говоря, в 2007, по-моему, году один из археологов пытался опровергнуть эту легенду, исследовав остатки скелетов у подножия этой горы и показал, что там вроде как даже и не было детских скелетов. Ну, тем не менее, да, это суровые спарданские законы, которые у всех на слуху. Платон, который известен, ну, помимо всего прочего, с тем, что это первый философ, учения которого в полном варианте до нас дошли, в полном тексте, он говорил, что лучшие мужчины должны большей части соединяться с лучшими женщинами, а худшие с худшими. И, соответственно, потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших лучше вообще не трогать. И при этом все это надо делать так, чтобы люди об этом не знали, а знал только правитель и его приближенные. Это цитата из его труда под названием «Государство». Тем не менее, в своем нынешнем виде Евгеника берет начало со времен Фрэнсиса Гайтона, который был, кстати говоря, двоюродным братом Чарльза Дарвина. И он очень был впечатлен трудами и изысканиями своего двоюродного брата и попытался этот эволюционизм переложить на человеческое общество. Помимо этого, кстати говоря, Гайтон еще известен тем, что он впервые активно стал развивать понятие направления биометрики, стал внедрять дактилоскопию в криминалистику. Он первый, по сути дела, начал проводить близнецовые исследования, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью исследования, в частности, например, генетики поведения. Он же стал исследовать наследственную обусловленность одаренности, таланта. И у него даже была специальная лаборатория, вот фотографии из нее здесь видите, где он, по сути дела, массовым способом скринировал людей, снимал с них различные антропометрические показатели, изучал размах рук, объемы черепа и так далее. И вот, в общем-то, уже, кстати говоря, после смерти Чарльза Дарвина, спустя год, он предложил термин Евгеника, который, наверное, хоть кто-то, хоть как-то что-то слышал об этом термине, а может быть, много знает. Он происходит от «эо хорошо», «генус происходить», по сути дела, обозначает благородство. И есть очень много трактовок различных этого учения, в частности, вот здесь представлены из толковых саварей эти трактовки. Но суть одна и та же везде. Это учения, которые сконцентрированы на изучении мероприятий, направленных на улучшение человеческого рода, человеческой породы. При этом надо отметить, что Евгения Кана имеет два направления. Это негативное и позитивное. Негативное направлено на то, чтобы ограничивать рождение физически или интеллектуально каким-либо образом неполноценных людей. Позитивная Евгеника, она направлена, наоборот, на создание наилучших условий для взращивания наиболее благоприятных, талантливых, одаренных людей. Сам Фрэнсис Гальтон писал при этом, что если бы одаренные мужчины заводили потомство с одаренными женщинами, мы бы смогли вполне вывести породистую человеческую расу. Но при этом Чарльз Дарвин, который был автором эволюционизма, эволюционной теории, он обращал внимание на несколько другую вещь. То, что более умные члены общества, они в любом случае преуспеют лучше, чем менее умные. И это будет, по сути дела, форма естественного отбора в человеческом обществе. Поэтому на самом деле никаких искусственных мероприятий для улучшения человеческой расы не стоит предпринимать. Для характеристики популярности Евгеники мне очень нравится этот слайд, который был составлен Мэттом Магью из университета Миннесоты. Он отражает популярность направления Евгеники косвенно через популярность имени мужского Евгения в США и через динамику увеличения и уменьшения количества публикаций в принципе по наследственности. И мы видим, что как раз на эпоху расцвета учений Евгеники приходится пике популярности имени Евгений и, по сути дела, большое количество публикаций по наследственности. Потом, это 30-е годы, начало 40-х, после пика резкий спад, что связано, естественно, с периодом нацизма в Европе. И затем только в начале 60-х годов потихонечку продолжается, ну не то что продолжается, возрождается интерес к проблемам наследственности, генетики, поскольку нацистские деяния, они очень сильно, как всем известно, скомпрометировали генетику Евгенику. Начало 20-го века в Европе, оно характеризовалось в капиталистических странах, индустриализация, урбанизация, огромные и большие потоки людей мигрируют в города. И, соответственно, все это создавало предпосылки для более высокой частоты появления социальных девиаций, девиантного поведения, различных психологических и психических отклонений в популяции. И это стало представлять серьезную проблему. Поэтому представители интеллигенции об этом стали задумываться, как же решать это. С другой стороны, в нашей стране революция, и, соответственно, попытки построить новое общество, попытка взрастить нового человека, который бы являлся идеальным представителем нового социалистического общества. И все эти моменты и в нашей стране, и в странах европейских, и в США, они, по сути дела, были благородной почвой для развития Евгеники, поскольку она, казалось бы, предоставляла инструменты для решения этих проблем. И видные деятели того времени на определенных этапах своей жизни, они, в общем-то, были адептами этого учения. Это и Уинстон Черч, или Герберт Уэллс, и президент США Тодор Рузвельт, который был, кстати говоря, лауреатом Нобелевской премии мира. Еще одна представительница, на которой я остановлюсь чуть подробнее, это Маргарет Сенгер. Возможно, в России она не так известна, но в США она очень известна, прежде всего тем, что непосредственно участие она принимала в развитии и популяризации сексуального воспитания, контрацепции, планировании семьи. Так, в частности, принадлежат две такие классические, в какой-то степени работы, что нужно знать каждой матери и каждой девушке, которые объясняют необходимость планирования семьи, контроля рождаемости детей, она основала газету под названием «Женский бунт», которая также активно выступала за контрацепцию, за планирование беременности, за планирование семей, даже путем абортов. Причем и контрацепции, аборты были в США тогда запрещены. В 2016 году в Бруклине она открывает первую клинику, которая специализируется на планировании семьи. В 2021 году она создала целую лигу для пропагандирования контроля рождаемости. Вы видите, что помимо всех прочих постулатов, первого и второго, там есть и третий, что для рождения детей необходимо обеспечить условия здоровой наследственности. В 2019 году она основала Национальный законодательный комитет контроля рождаемости, и целью его было как раз лоббирование законов, которые бы разрешали и легализовали планирование семьи, контрацепцию. И это было достигнуто. Казалось бы, вполне прогрессивные идеи, которые идут на влагу общества. Но при этом ей же принадлежат слова, которые представлены на слайде, что контроль рождаемости есть не что иное, как содействие искоренению непригодных по состоянию здоровья путем предотвращения рождения неполноценных детей или тех, кто станет неполноценным. Или другое, что службы по материнству для женщин в нищенских районах вредны для общества и для расы, и милосердие только и делает, что удлиняет нищету неприспособленных. В этих суждениях она уже довольно близко принадлежит к евгеническому движению, направленному на улучшение человеческой природы. И она вообще считала, если мы пойдем дальше, что воспроизводство так называемых непригодных рас, к которым она относила негров, представителей из Южной Европы, евреев и также людей, которые не отличаются высоким интеллектуальным развитиям, она считала их непригодными для воспроизведения и также активно это пропагандировала. С другой стороны, она основала клинику, первую, опять же, в США, которая целиком и полностью стояла из представителей афроамериканской расы. И врачи, медсестры, все были афроамериканцами. Но, тем не менее, путем использования этой клиники она также пропагандировала ограничения рождаемости среди афроамериканцев. Таким образом, в США мы уже видим активное развитие Евгеники со стороны, в частности, Маргарет Сенгер. Однако, помимо всего прочего, безусловно, были огромное количество других фактов, которые свидетельствуют об активном развитии Евгеники США. И, в частности, примером может служить то, что активно пропагандировалось, изучалось. Это семья Келлилок, которая, по сути дела, брала свое начало от героя войны за независимость США. И один из ее представителей имел две семьи. Здесь вы видите посередине первая семья была от работницы бара, которая не отличалась особым умом. А вторая семья, которую он завел позже, она была образована женщиной из благородного рода. И были испределены специальные расчеты, трат, которые были сделаны на содержание и поддержание семьи от работницы бара и от женщины из благородного рода. И оказалось, что они сопоставимы. И был сделан вывод, что если бы этой семьи не было от этой женщины из низшего класса, то можно было бы сэкономить большое количество денег. Активно изучались морфометрические показатели головного мозга, то есть различные объемы у лиц с девиантным поведением, у маньяков, у убийц. Отдельный интерес представляет так называемые ярмарки здоровья, евгенические ярмарки. По сути дела, это были такие смотрины, где семьи соревновались друг с другом в плане своего здоровья, физического, психического, своей благородности. И это было местом, где могли образовываться новые семьи. Но при этом для того, чтобы по задумке активных деятелей евгенического движения, для того, чтобы можно было все это осуществить, необходимо было как-то препятствовать рождению детей от, скажем так, неполноценных людей, как они считали. И для этого был принят в 1907 году закон о стерилизации в Индиане. Он был, по версии его разработчиков, не совсем совершенным. Он был затем модифицирован в 1924 году и принят в Вирджинии. И, по сути дела, в Вирджинии, например, он действовал до 1974 года. Также был принят закон об ограничении миграции, в частности, из стран Южной Европы. Но вот этот закон о стерилизации, он на самом деле имел очень большое негативное влияние. И примером этого может служить как раз случай с Кэрри Байк. Эту фотографию вы видели на самом первом слайде. История такова, что девушка по имени Кэрри, на фотографии она слева, справа ее мама, в возрасте 18 лет родила ребенка вследствие того, что была изнасилована своим родственником. Было известно, что сама девочка имела очень плохое умственное развитие, примерно на 8 лет в возрасте 18. Ее мама также отличалась подобной чертой. И учитывая то, что был такой закон об ограничении рождаемости, в общем-то судья Оливер Холмс, вы видите его цитату здесь, заключил, что ребенок тоже будет таким же умственно неполноценным и нет смысла продолжать всю эту череду, необходимо стерилизовать эту девушку, женщину. Что и было сделано, в общем-то, в 1927 году. Но что интересно, это такая ирония судьбы, внук, это Кэрри Бак, он в последующем очень хорошо учился и его имя было на доске почетов в его школе. Всего до Второй мировой войны в США было стерилизовано около 50 тысяч, принудительно стерилизовано около 50 тысяч людей. Многие штаты ввели закон, запрещающий межрасовые браки. В частности, например, считалось, что если у человека 1,32 есть негритянская кровь, то значит он уже негр. В Швеции, как одной из развитых европейских стран, также развивалось движение Евгеники, и оно развивалось независимо, без влияния со стороны Германии или США. Там был принят также закон о чистоте расы, и он действовал до 1976 года прошлого века. И опять же, большое количество людей на основе этого закона было стерилизовано, поскольку некие комиссии полагали, что люди недостойны того, чтобы продолжать свой род. Определённые люди. Безусловно, Германия, нацистская Германия является очень ярким примером применения Евгеники. И там введено специальное даже понятие, такое как раса за гигиена, которая, по сути дела, как вы все знаете, ставила выше некую арильскую расу, выше всех остальных людей. И, соответственно, все остальные люди должны исцеливляться. В 1934 году, собственно, был как раз принят закон о запрещении рождения, предотвращении рождения наследственно больного потомства от больных людей. И это стало поводом для стерилизации огромного числа людей, которые страдали шизофренией, олигофренией и так далее, другими, эпилепсией и прочими расстройствами. Было введено специальное генетическое консультирование для образования арильских семей. Все они получали специальные сертификаты в соответствии всем требованиям арильской нации. Естественно, проект по окончательному решению еврейского вопроса является также примером подхода евгенического нацистской Германии. Программа «Эвтаназия Т4», согласно которой все неполноценные физические люди, и психические, они уничтожались физически. Программа «Левенсборн», в рамках которой фолдатам СС давалось право вступать в половые контакты с любыми женщинами в Германии, которые были представителями арильской нации, для того, чтобы давать начало к огородному потомству. Евгеника в России также была, развивалась она несколько по-другому, возможно, не так агрессивно в какой-то степени, но, тем не менее, первые, ну, по большому счету, ростки евгенические, они появились в середине XIX века. Василий Маркович Лавинский, который, по сути дела, был педиатром, акушером, он в середине XIX века издал книжку под названием «Усовершенствование вырождения человеческого рода». Тогда ей особого внимания не придали, не обратили на нее внимания, и вернулись к ней только в начале XX века, когда геническое движение в России стало более популярным. Основоположники генетики в нашей стране, они также были неразрывно связаны с развитием евгеники в России. В частности, это Николай Константинович Кольцов, который занимался изучением генетических основ различных психических явлений, изучал наследственность в норме патологии, и Юрий Александрович Филипченко, который работал в Петрограде, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и изучал генетику одаренности, и первый поднял вопрос о применении, консультировании перед тем, как создавать семьи. В XX веке было создано даже русское евгеническое общество, собственно, председателем которого был избран Кольцов, и он утверждал, что евгеника – это религия будущего, и она ждет своих пророков, и всячески над этим работал, на самом деле. По инициативе Филипченко и его коллеге было учреждено бюро по евгенике, потом оно было переименовано в Центральный институт генетики, потом в бюро по генетике евгеники, всю эволюцию названий вы видите, в итоге это закончилось Институтом генетики и Академией наук СССР. Под эгидой русского евгенического общества издавался даже журнал, русский евгенический журнал, он так и назывался, и это общество поддерживало активные научные связи, в том числе в рамках изучения генетики со своими коллегами из-за рубежа. И здесь вы видите, что, в частности, вот обложки журнала русского евгенического, ряд публикаций по генетике, по поднятию жизненных сил расы и так далее. Это было очень популярно. Помимо этих представителей были и другие, в частности генетик Серебровский, он ввел такие понятия, как антропогенетика, генофонд, опять же развивая вопрос о совершенствовании человеческой расы. В рамках развития социализма и пытаясь быть в политической струе, он даже предложил термин «социалистический» Евгеника, который также, по сути дела, предлагал не обращать внимания на любовь, а сконцентрироваться на создании людей, детей от наиболее совершенных представителей человечества. Но недолго длился такой подъем. В 29-м году, с 29-го года Кольцов и его организации, общество под его гидой и его институт биологии, они стали подвергаться нападкам со стороны, в частности, партийного руководства. И в итоге в 31-м году, по сути дела, точку поставило определение деятельности и Кольцова, и Филипченко. Вы видите, что евгенические идеи Филипченко были буржуазными, Кольцово – фашистскими, а Серебровского был пример меньшевистского идеализма. То есть, в общем-то, все точки были расставлены, и судьба генетики, ну, Евгеники и генетики, она была, в общем-то, прервана в России. На сегодняшний день, безусловно, о Евгенике, о ее негативных чертах мы помним, стараемся помнить, и для того, чтобы не допустить этого в нашей нынешней жизни, потому что у нас есть огромное количество возможностей для влияния на биологические, на организмы, для генной инженерии, и, безусловно, это вопрос, как мы можем это использовать. В настоящее время какие черты, может быть, в генике мы видим в нашей повседневной жизни? Ну, во-первых, это генетическое консультирование. Безусловно, это очень важный подход, который позволяет в настоящее время решать вопрос профилактики рождения детей с какими-то врожденными дефектами, наследственными заболеваниями, в частности, нервной системой. И благодаря этому, в частности, удалось избавиться от целого ряда и сократить заболеваемость целым рядом наследственных заболеваний, не только нервной системы. Предимплантационная генетическая диагностика позволяет нам определять, является ли зародость человека уже беременной женщины носителем каких-либо серьезных патологических мутаций. И если это выявляется, то есть возможность сделать относительно безопасное прерывание беременности, а потом попробовать забеременеть еще раз. Экстракорпоральное оплодотворение, которое позволяет также свести к минимуму рождение детей с какими-то выраженными очевидными дефектами или наследственными заболеваниями моногенными. Скрининг при рождении. Опять же, яркий пример, который в настоящее время используется. Это заболевание под названием фенилкетонурия, например. Заболевание, связанное с дефектом фермента, с недостаточной активностью, которое участвует в расщеплении аминокислоты фенилаланин. И если давать ребенку с рождения пищу, которая отсутствует от аминокислоты, то он вырастает нормальным. Если же этим не заниматься, то у человека, у ребенка развивается слабоумие. Но, опять же, вопрос евгеники и евгенических подходов, генетики, он имеет очень тонкую грань. И самое главное, не перейти к стигматизации людей на основании того, что мы разные, у кого-то есть какие-то свои особенности психические, физические. И самое главное, не допустить того, что уже мы видели и в нацистской Германии, и в США. Это стигматизация и манипуляция научными данными с целью излечения выгоды какой-то и создания видимости идеального общества. И необходимо отметить, что... Ну, все, наверное, слышали о фильме «Гаттека», довольно старый. Посвящен он как раз, ну, в частности, развертываются события в евгеническом обществе, где люди почти все идеальны и отобраны. Но там как раз очень ярко представлен пример того, что не все мы знаем о генетике человека. И это очень ложное представление, что современные знания позволяют нам программировать человека, получая человека с какими-то лучшими свойствами по сравнению с другими людьми. Это миф. И из-за того, что мы не располагаем такой информацией, глупо думать, что мы сможем вывести какую-то сверхрасу или сверхчеловека, который бы превосходил всех остальных людей. Поэтому я на этом закончу. Еще раз скажу, что очень здорово, что все мы разные, все мы отличаемся друг от друга. И на самом деле это залог того, что появляются одаренные люди, потому что давно было показано и на животных, и на самом деле в плане заболеваний людей показано, что близкородственные скрещивания приводят к вырождению и человеческой расы, и животных. Это связано с рядом генетических особенностей, генетических законов. А наоборот разнообразие генетическое, оно дает начало более разнообразному потомству, более даренному и лучшему. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ